Слово для открытия митинга предоставляется главе городского округа Верхневенский Елене Сергеевне Плохир. Уважаемые верхневенцы, гости нашего поселка и участники соревнований, мы вас всех приветствуем на нашей территории здорового образа жизни. Прошло более 30 лет, как погиб наш земляк Вячеслав Зимин. Но верхневенцы до сих пор несут вахту памяти. И эти соревнования доказательство этому. Поэтому мне бы хотелось от всех верхневенцев и участников соревнований поблагодарить друзей Вячеслава, Тропникова, Дмитрия, Хазиева, Геннадия, Дульцева, Александра, которые до сих пор проводили и, наверное, до конца своей жизни будут проводить эти соревнования. Ну и хотелось бы всем участникам соревнований пожелать легкого старта и результативного финиша. Ну, 23 февраля. Уважаемые мужчины, разрешите от всех женщин поздравить вас с Днем Защитника Отечества. С праздником! Слово предоставляется управляющему горнозаводским управленческим округом Евгению Тимаргалевичу Каюмову. Добрый день, уважаемые верхневенцы, гости сегодняшнего нашего прекрасного спортивного мероприятия. Разрешите мне от имени губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куевышева Ну, поздравить вас с 23 февраля, с этим праздником и выразить слова благодарности всем, кто это мероприятие сегодня подготовил, всем участникам соревнований. Ну и, конечно, мы сегодня скорбим, потому что славы сегодня с нами нет, но память о нем жива и, я думаю, она останется в веках. Потому что такие люди, как Слава, они своей жизнью вот обеспечили нам мирное существование. Потому что участие в локальных войнах, ну, это все сдерживающий фактор в мировом масштабе. Ну, а сегодня мне бы еще хотелось выразить слова благодарности, особой благодарности всем спортсменам, потому что сегодня, представляете, более 500 участников. Движение растет, мы все за здоровый образ жизни. И, поздравляя мужчин с 23 февраля, мне бы хотелось поздравить и женщин, потому что только в тех семьях, где женщины ведут мужчину правильно по жизни, вырастают настоящие защитники Отечества. Праздник это общенародный. И, пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности горно-металлургической компании уральской, лично Андрею Анатольевичу Казицыну за то, что во всех филиалах УГМК, во всех подразделениях спорт является основным движителем прогресса данной компании. Это не последний объект, который был построен благодаря уральской горно-металлургической компании. В плане еще части объектов, я думаю, пройдет, может быть, годик-два, и мы их увидим. Да, Елена Сергеевна? Пока это большой секрет. С праздником, счастья и здоровья. О славе вечная память наших сердцах. Слово предоставляется директору открытого акционерного общества «Святогор» Дмитрию Леонидовичу Тропникову. Дорогие земляки, разрешите вас поздравить с этим замечательным событием, с этими девятнадцатыми соревнованиями в памяти Славы Зимина. Защитникова Отечества поздравить с этим тоже великим праздником, благодаря вам. У нас мирное небо над головой. И, пользуясь случаем, я хотел бы всем передать привет от Антона Шипулина, который, к сожалению, сегодня не смог быть с нами. Он поддерживает парней наших на чемпионате мира, но обещал обязательно мне приехать сюда на эти соревнования и побывать в наших местах. Всех с праздником! Спортсменам честной борьбы! Передаем слово председателю Оргкомитета по организации проведения девятнадцатых лыжных гонок в памяти воина, интернационалисту Вячеслава Зимина, Александру Григорьевичу Дульцеву. Спасибо. Дорогие земляки, дорогие гости, дорогие спортсмены. Данное соревнование проводится действительно для вас. Мы хотим, чтобы эти соревнования были традиционными. В этом году они девятнадцатые, в следующий год будет юбилейные двадцатые. Поэтому мы, соответственно, ждем вас всех на следующих соревнованиях обязательно, хотя еще и эти не прошли. 14 марта исполняется 35 лет, как погиб наш друг. Спортсменам, больших и быстрых секунд. Вам всем хорошего настроения. Спасибо, что пришли. Снова предоставляется заместителю главы Невьянского городского округа по социальным вопросам, Делитову Станиславу Леонидовичу. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего события. Вы знаете, что на самом деле стало хорошей традицией проведения данного мероприятия. Я коротко желаю всем получить заряд энергии, глоток здоровья, но и спортивным таким событием вспомнить, Вячеслава. Ну что ж, дорогие друзья, эти поздравления заслуживают ваших аплодисментов. Давайте все поаплодируем почетным гостям. И почетное право поднять флаг предоставляется председателю Невьянской районной организации, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Белоосову Олегу Владимировичу, а также руководителю военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» Бушманову Александру Александровичу. Белоосовичеву. Почетное право зажечь огонь победы, как символ борьбы и азарта, силы, духа, выносливости и ловкости предоставляется директору открытого акционерного общества «Святогор» Тропникову Дмитрию Леонидовичу и председателю Ордкомитета по организации проведения 19-х лыжных гонок имени памяти воина-интернационалиста Вячеслава Зимина Дуйцеву Александру Григорьевичу.